Слава Украине! Приветствую от Полонского. Смотрите, в парламенте, в Раде отложили вопрос, в очередной раз отложили вопрос вот этих 30 тысяч для военнослужащих, мотивируя это тем, что денег нет. Ну не то что нет, они не выделены в текущем бюджете, а это ни много ни мало там 159 миллиардов гривен за год. Дальше они посчитали, что если ограничить как предлагается чиновникам вот эти зарплаты, сверх зарплаты, то добудем всего лишь 3 миллиарда гривен. Ну плюс-минус там, я не отвечаю за то есть там один процент от этой необходимой суммы или там полтора процента. А где брать остальное? Так я вам расскажу, где взять остальное. Смотрите, у нас есть персонажи, которые чистили нам карманы в течение очень долгих лет. Очень-очень долго, да? С первого дня независимости Украины. Давайте мы их сейчас перечислим. Вот если так непонятно, то я уж как-то так объясню. Это Пинчук Ахметов, Левочкин. Я по фамилиям, даже чтобы не говорили, что вот ты не называешь. Я называю Левочкин, Бойко, кто там еще? Шуфрич. Добавьте вы, фамилий много. Новинский, но Новинский позже начал, но приступил активно. Очень, да, очень хорошо вписался в тему, как вот, и ну вспомните, накидайте, я сейчас с лету не припомню этих паразитов, которые, Коломойский, да-да-да, и вот прочая публика им подобная, которая тупо грабила страну в течение 30 лет. Правильно я говорю? Правильно. Так вот, посчитайте, сколько денег можно конфисковать у них тупо. Хватит наших бойцов 20 раз. Так кому нужнее деньги? Вот этой своре, которую я только что перечислил, или бойцам, которые сегодня охраняют наше спокойствие? Ответ, по-моему, очевиден. То есть, в принципе, ну да, там, бывших работников Генпрокуратуры, кстати, можно пошерстить, они там очень хорошо подлатались в свое время. Вы в курсе, да? Вот, то есть, бывших чинуш всяких, которые сейчас на Лексусах ездят, там, и на Роллс-Ройсах, и на прочем. Они уже бывшие, но денег у них море. Вот, то есть, в принципе, если подойти с такой, вот, с такой точки зрения, то я думаю, что денег нашим бойцам хватит, и, я думаю, еще настолько же бойцам хватит. Потому что эти чудики украли 90% всего, что было в Украине, за эти 30 лет. Грубо, плюс-минус, там, да, ну вот, неважно. И таким образом, я не предлагаю, знаете, такую вот национализацию, как это при коммунистах было. Нет. Почему? Потому что есть масса народу, которые сами, в отличие от вышеперечисленных, сами своим трудом заработали деньги, создавали бизнес с нуля, не воровали его, не крали Киевстар, как говорится. Да, помним все, хорошо, да? И т.д. и т.п. То есть, не крали заводы, пароходы, а просто их строили с нуля. Да, вот этим людям, честь и хвала, их, упаси Господь, трогать. Но пока наезжают как раз на них. А сволочь, вот, остается, значит, в сторонке. Они очень хорошо и жирно живут. Пока что. Ну, так вот, мое предложение, даже не надо, да, можно ограничивать топ чиновников, там, в зарплате. Во время войны ничего с ними не произойдет. Если они будут получать, ах, бедные, они будут получать не больше 67 тысяч гривен. Бедные, они просто, они умрут с голодом. Я сейчас просто разрыдаюсь, да. Из-за того, что топ чиновники будут получать максимум 67 тысяч гривен. Это просто кошмар и ужас. Не представляю, как они будут жить на этих копейки. Не представляю. Вот. Но если они не хотят быть чиновниками, топ чиновников, шли вон, да и все. Вот и весь разговор, с моей точки зрения. Вот, пройтись по публике, мы все знаем эти фамилии, да. Да, если там взять СБУ, МВД, они вообще всех прекрасно знают. Всех клиентов, которые крали последние 30 лет, только не у бабушек вот это выдергивали сумки на вокзале, а крали заводами, пароходами. Их имена известны. Вот, собственно, и все. Так что, я считаю, что никакой проблемы заплатить, вот у этой компашки заплатить эти 159 миллиардов абсолютно нет. Потому что вспомните одеяло Носирова. Когда ему там, сколько ему, он лежал бедный, да, я так помню, он бедный умирал в суде. Он же первый, да, он первый поднял высоко это одеяло, значит, над головой бедного этого косаря. И сколько ему там надо было внести залог? Я, я, может, не помню, он 2 миллиарда, по-моему, да? Он его внес через сколько, 15 минут? Для него это карманные деньги. Представляете, сколько они украли? Все. В чем проблема? Ну, так вот, возьмите у них и все. Хватит на наших бойцов, это как минимум. На самом деле там будет гораздо больше. Вот, собственно говоря, и ответ на вопрос. Просто нужно раскуркулить тех, кто обворовал нас 30 лет. Все будет хорошо, нормально. Спасибо.